Свыше 20 грантов выделит в этом году для абитуриентов компания Каз Минералс Ахтугай в области Абай. Крупнейший меднородник страны готов вложить в будущих специалистов 126,5 миллионов тенге. Образовательный грант покроет затраты не только на обучение студентов, но и на их проживание и стипендию. Главное условие поступить на востребованные специальности и пройти работать в компанию. Подробнее об этом материале Асим Утершевой. Юлия Шевченко грантница и стажер компании Каз Минералс Ахтугай. Техник-технолог работает в металлургической лаборатории, проводит специальные опыты и анализы. Окончив университет, ее вместе с другими выпускниками пригласили работать на медный рудник. Я сюда приезжала на практики производственные, преддипломную практику я тоже здесь проходила на разных участках. То есть постоянно были какие-то разные участки и во время учебы я уже узнавала все на живую. После этого, еще не получив даже диплом, со мной уже связались представители компании. Они сразу трудоустроили меня, после того, как я получила диплом. И буквально где-то через неделю я трудоустроилась и уже пришла работать. Назергия Сагандах также приняли на работу после окончания университета. Была стажером. После, проработав больше года инженером отдела надежности, ее повысили в должности. Сейчас молодой специалист следит за техническим состоянием большегрузных самосвалов. В работе помогают специальные датчики, установленные на транспорте. Как отдел надежности мы внедряем мировые передовые технологии. То есть это ультратонкие фильтры эффективной очистки. Это последние химические составы масел. Именно в Казминералс я могу сказать, что нашла свое место. Так как именно в отделе надежности Мэя Ктогай, благодаря моему наставнику Дэвиду Энрике Декастра, я получила колоссальный опыт, колоссальные знания. Устроиться в один из крупнейших горнообогатительных комплексов страны студентам помогает запущенная компания и программа «Стажер». За шесть лет в рамках кадрового проекта в Казминералс Ахтогай было принято свыше 600 человек. Пригласить квалифицированных специалистов удается и с помощью выделения образовательных грантов. Компания предоставляет большие возможности для молодых специалистов проходить здесь оплачиваемую стажировку, развивать профессиональные и свои навыки, знания на производственных участках по новейшим технологиям, по новейшему оборудованию. Предусмотрели в компании и занятость местного населения. Для жителей соседних сел была запущена программа переквалификация кадров. Все кандидаты в основном у нас с поселка Ахтогай и Копа. И сейчас они вот с 1 апреля начали свое обучение и по окончанию уже приедут к нам проходить дальше стажировку. Основные требования это было необходимость обучения в городе Семей, в электротехническом колледже в течение трех месяцев. В этот период компания полностью покрывала расходы работника. Стажеры и кандидаты, обучившиеся новой специальности, проходят обязательную технику безопасности и профессиональные тренинги. Ведь главный принцип работы на руднике – безопасность. Асим Утешева, Берег Жобалайлы, область Абай, Хабар.